Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про биткоин. На его графике происходит множество интереснейших вещей. Сегодня произошло пробитие падающего клина. Мы приблизились к 50-дневной среднескользящей, а также наблюдаем разворот RSI и множество других вещей. Начнем с того, что около трех дней назад я снимал видео, в котором сказал следующее. С желтыми стрелочками я обозначил эти моменты на графике биткоина. И что интересно, именно в эти моменты, когда страх был максимальным, цена биткоина рисовала зеленые свечи, которые росли на приблизительно 15,6%. Возможно, мы увидим похожее восстановление и сейчас. Кстати, день уже начался с зеленой свечой. Если это так, то цена биткоина может восстановиться до 34 тысяч долларов. Что же, биткоин и вырос на 16% и достиг почти 34 тысяч долларов. Не хватило буквально 70 долларов. Главный вопрос, а что будет дальше? Продолжится ли падение? Или мы наконец вырываемся из этого медвежьего тренда и в продолжении увидим большое восстановление биткоина? Начнем с того, что цена биткоина все еще не преодолела вот эту 50-дневную среднюю скользящую. Хотя уже несколько раз пыталась к ней приблизиться. И сейчас она находится максимально близко к ней. Для меня пробитие этой средней скользящей и закрепление выше нее будет означать продолжение роста для биткоина. Я так считаю, потому что на всех растущих рынках именно эта средняя скользящая служила в роли поддержки. На нисходящих же рынках она служит в роли сопротивления. Поэтому, если она станет поддержкой для биткоина сейчас, я буду говорить о продолжении бычьего рынка. В последнее время биткоин уже трижды к ней приближался и сейчас находится максимально близко. Поэтому развязка, скорее всего, тоже не за горами. Можно сказать, драматическая развязка. Следующий индикатор носит название индекс относительной силы. Долгое время, с января этого года, он находится в нисходящем тренде. Точнее, находился до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что цена биткоина устанавливала все более высокие максимумы, индекс относительной силы делал наоборот. Каждый максимум был все ниже, ниже и ниже. И теперь, спустя полгода, мы видим пробитие этого тренда. Это показывает нам, насколько сильно текущее движение цены биткоина. Вот здесь биткоин вырос до 41 тысячи долларов. Посмотри, где был пик индекса относительной силы на тех же уровнях, что и сейчас. Я не говорю, что и сейчас так произойдет, что биткоин вырастет до 41 тысячи долларов. Но это все равно козырь в пользу быков. В любом случае, для подтверждения этого, нам нужно, чтобы следующий high RSI был выше этого. Уже за двумя моментами нам нужно следить. За RSI и 50-дневной среднескользящей. Третий позитивный момент это то, что биткоин вырвался из этого клина, который продолжался с мая этого года. И не просто вырвался, ребята. Он также и закрепился следующей свечой выше него. Это тоже очень хороший сигнал. Таким образом, биткоин обозначил верхнюю границу этого клина как поддержку. Но большинство таких прорывов из таких длительных клинов обычно завершается ничем иным, как ретестом этой линии на предмет поддержки. На это, кстати, намекает и индекс относительной силы, достигший уровней предыдущего high. Он вполне может от него откорректироваться точно так же, как тогда. Кроме этого, исходя из анализа индекса страха по самым минимальным его точкам, всегда происходил рост на 15,6%. У нас такой рост в момент максимального страха на рынке уже произошел. Когда индекс страха и жадности падал до 10, таких моментов с мая было всего 4. Поэтому вот такое движение мы вполне можем увидеть. И не пугайся, если мы сейчас упадем до 30 или 31 тысячи долларов. Для таких прорывов это вполне себе адекватное явление. Биткоин может протестировать. Биткоин не то, что может, а должен протестировать новую линию поддержки, которая является верхней границей падающего клина. Очень важно вместе с биткоином рассматривать и индекс доллара. Все мы знаем, что укрепление доллара приводит к падению активов и наоборот. Как мы видим все время, что биткоин падал, индекс доллара укреплялся. Сейчас же он находится на тех отметках, которые в прошлом были поддержкой, а теперь превратились в сопротивление. Если мы хотим роста криптовалют, то мы хотим увидеть здесь отскок доллара вниз. Это будет четвертым позитивным моментом для биткоина. Если все эти четыре момента подтвердятся, и даже если мы увидим следующее падение биткоина с целью протестировать верхнюю границу падающего клина на предмет поддержки, и этот ретест будет успешным, то целью восходящего движения должна быть высота этого клина, которая приведет к нас к 40 тысячам долларам за биткоин. Конечно, это не произойдет уже завтра. На это потребуется время. Опять же в том случае, если ретест верхнего уровня падающего клина будет успешным. Если же он будет неудачным, то мы можем увидеть ряд откатов цены по дороге и пробития где-нибудь уже в другом месте. В любом случае, все эти признаки на графике биткоина, которые сейчас есть, для меня выглядят очень многообещающими. На дневном графике тоже очень интересная ситуация. Мы видим здесь, что с мая этого года почти не было закрытий свеч выше этой трендовой линии. Лишь 14, 15, 16 и 17 свечи закрывались выше этой трендовой линии. Это говорит нам о том, что закрытие дневной свечи выше этого тренда может подтвердить то, о чем мы говорили раньше, что цель в 40 тысяч долларов для биткоина легитимна. Если же мы увидим здесь вот такой отскок, то это будет значить не больше, чем поход биткоина на ретест вот этой линии, которая только что стала поддержкой. Я процентов на 75 убежден, что этот ретест должен произойти. Обычно такие прорывы происходят с ретестами. На часовике тоже позитивная ситуация. Последние 2-3 месяца здесь был огромный треугольник, из которого цена биткоина крайне редко выпадала вверх или вниз. Его нижняя граница длительное время выступала в качестве поддержки, которая затем превратилась в сопротивление вот здесь и не давала биткоину расти. Сейчас биткоин пробил ее, нарисовав перевернутую голову и плечи. Мне эта ситуация очень сильно напоминает ситуацию осени 2019-го. Да, вот здесь было то же самое. К сожалению, часовик не могу тебе показать, но тем не менее там тоже была перевернутая голова и плечи, это точно помню. Мы наблюдали тогда хорошее восстановление цены биткоина и коронавирусный обвал после. Ну а затем начало бычьего рынка. Все это я говорю для того, чтобы было понятно, что фигура перевернутая голова и плечи на самом деле достаточно сильная. Вот здесь в 20-х числах июля был хороший шанс для медведей. Если бы они смогли пробить этот падающий клин вниз, то продолжился бы падающий рынок. Но сейчас больше сигналов указывают на то, что пока что быки взяли ситуацию в свои руки. Смогут ли они продолжить этот рост? Условия очень простые. Во-первых, закрепиться выше 50-дневной средней скользящей. Во-вторых, успешно протестировать верхнюю границу клина на предмет поддержки. Успешно. В-третьих, продолжение восстановления индекса относительной силы. В-четвертых, ослабление доллара. Пятое, пробитие этой верхней трендовой линии, которую мы пробивали всего лишь один раз на протяжении всего падения. И, наконец-таки, повторение ситуации 2019-го. Вот здесь. Если все это будет сделано, цель в 40 тысяч долларов по высоте этого падающего клина будет легитимной. Но диапазон от 35 до 37 тысяч долларов будет самым сложным для преодоления. В итоге все выглядит совсем не так страшно, как раньше. Ситуация намного лучше. Очень много позитивных сигналов, которые указывают на перелом момента и, как минимум, на кратковременный праздник быков. Это были 5 условий для продолжения роста биткоина. Внизу богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!